здравствуйте друзья у нас сегодня утро понедельник и день такой необычный день необычный день не солнечный то день такой эти мы с вами наблюдаем нечто странное вот видите даже у меня тут влага какая-то на окнах может быть может быть даже дождик был ночью такое у меня подозрение вот может быть просто роса высадилась знаете как уже идет дело к зиме все-таки середина ноября уже не так чтобы каждый день так такие особенности климатически сейчас мы когда по дороге поедем я камеру разверну чтобы вы видели в целом пейзаж в субботу у нас были гости в санта-круз поэтому так получилось что сразу много сюжетов я вывалил на вашу голову дело в том что я бы с удовольствием делал бы там как-то так с большим перерывом но так получается может быть это субъективно у меня в голове так сидит если я сегодня сделал и сегодня повесил вот она ушла и и мозги освободились для нового а если я допустим их там поставил в очередь какую-то и говорю вот этот сегодня этот завтра этот послезавтра там и так далее то как-то получается что у меня нет вот такого сиюминутного компонента в том что я рассказываю и это перестает быть блогом это становится чем-то другим все-таки все-таки у нас блог вот так же как люди напишут где-нибудь там ну какой тул они там используют там life journal там еще тут вот они пишут каждый день может он два раза в день написал может быть он пять раз день написал но что-то случилось жизни он написал давайте я вам покажу как в таком можно сказать тумане молочном ну и так я утрирую конечно видимость неплохая видимость хорошая но поскольку небо так прикрыто то вот туман но обычно туман надо сказать в наших краях а туман как правило вот не тут у нас а на океане если вы едете на океан суд речка особенно летом зимой как-то почище а вот летом туман то где-нибудь к полудню но в крайнем случае к часу дня этот туман солнышком растапливается и тумана больше нет вот может быть и у нас растопится посмотрим я на самом деле прохладу туман дождь лучше переношу чем например там жару какой-то этом не дай бог зной тяжелый какой-то и так далее мне в прохладе гораздо комфортнее видимо сказывается климат москвы и подмосковья так что хотя солнышко нам всем в радость конечно вот так вот приехали гости я там сколько сюжетов этих наделал и высыпал я хочу сказать что два сюжета которые были с александром лобком где мы там в игры играли это я придержал еще и повесил только воскресенье потому что подумал что это уж совсем будет через чур и человек не выдержит у нас еще есть такая интересная особенность что когда сразу много вывешиваешь ну там скажем за день там пять ну там 58 вот то какой-то колес народу отписывается я даже не не могу сказать какая связь вот не будучи с той стороны да значит я не очень понимаю то есть если бы например каждое видео которое я повесил заканчивалась бы например там имейлом каким-то или что-то но тогда может быть как-то меня бы раздражало но поскольку этого нет такой фишки даже даже не знаю ночью вот такая такая вот интересная особенность что еще сказать так получилось что тема выбор предвыборная выборная и послевыборная она как бы так затмила все остальные надо сказать что народ взволновался потому что я просто статистику смотрю и тема вот ну сразу после выборов да то что было до так меньше внимание привлекала сразу сразу после там какие-то толпы народу то есть вот видео провисела день там и было 10 тысяч там или 11 тысяч просмотров для нашего канала это очень необычно то есть 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 люди там повесит у них сразу 30 при том что подписчиков меньше наш это это правда есть такое я так с интересом думаю как же так получается но вот у нас у нас внутри тысячи там но это не наверное не за сутки там может быть за пару дней а тут вот значит такие просмотры взволнованный народ переживает идет послушать чего там много раз за последние несколько дней задавали вопрос такой что вот выступление против трампа и там так далее ну вот я не вижу у нас вот тут тут нет узнать как так чтобы вот попасть на это дело я не вижу пишут немножко но смотря где пишут вот например какой-нибудь блумберг вообще ни слова не говорит практически про эти выступления cnn говорит но немножко а fox тоже говорит но немножко то есть нет такого чтобы кто-то сильно в это дело уперся вот искал и как-то вот все внимание туда перешло такого нет кроме того выступление в общем-то очень немногочисленные но там внутри тысячи пришло пройти даже не 300 там это в больших городах происходит в основном больших городах там могли бы миллионные толпы собраться представьте сколько народа может собраться в нью-йорке или там в лос-анджелесе если взяла за живое вот тем более что и нью-йорк и лос-анджелес как раз голосовали то за за клинтон против трампа голосовали значит а если там вышло 3000 человек в основном это очень молодые лица вот вы когда фотки посмотрите это ну почти дети да я несколько дней назад вот рассказывал о том что ну как вот одна из причин почему клинтон допустим потеряла доверие вообще политическая система в целом потеряла доверие вот эта элитарность которая проиграла на этих выборах и на демократической стороне и на республиканской обе элиты проиграли но почему они проиграли потому что они слушать не хотят они не не хотят слышать и они не слышат и я как раз приводил пример вот с клинтон которая говорила про диплора был статус вот в них другое мнение значит они вот там трэш такой и я смотрю на то что происходит сейчас вот с этими выступлениями молодежи и и как реагирует там трамп и его окружение и я вижу тот же самый стандарт как бы хочется английское слово ставит ну вот так сказать тот же самый подход шаблон да значит идет отрицание никто их не хочет услышать никто не хочет сказать если люди вышли на улицу значит что то есть такое что то есть такое что надо услышать и надо успокоить и надо сказать ребята вот их не хотят слышать и ну то есть кто то из республиканцев говорят люди имеют право в той мере в какой они стекла не бьют пусть пусть гуляют на здоровье есть люди вокруг трампа которые говорят что это спровоцировано средствами массовой информации а вот эта мулька против средств массовой информации она у них присутствует вот значит это при том что трамп говорил что он еще неизвестно признает выборы или нет если он проиграет я могу себе представить какие были бы масштабы и какие были бы осложнения в ситуациях когда его сторонники вышли бы на улице чтобы они там творить вот но не суть суть в том что люди которые вышли у них есть у них есть свои как бы вопросы которые не отвечены или скажем так отвечены очень не важно трамп действительно делал утверждение которые против мексиканцев против там допустим вот 5 ну оскорбительные для женщин для инвалидов там он на кого только он не обидел и значит он не хочет слышать вот так же как он говорил что клинтон не жертва а сама виновата что вот на нее наехала там прокуратура что если бы она не устанавливала свой веб-сервер там дома мейл сервер то значит ничего бы не было вот точно так же он не жертва кого-то кто значит там пытаясь на него наехать на ровном месте нет ровного места он он абсолютно так сказать создал вот это все своими руками и если клинтон за диплора был тут же извинилась и клик и трамп кстати один раз тоже извинялся когда вот эта ленточка в смысле ленточка тейп этот вышел с тем как он там про женщин говорю вот был один раз когда он извинился все остальные разы нет и вот это висит в воздухе вот этот повесил и выходит молодежь и он не хочет слышать он не хочет но не только он господи вся система такая он же не на самом деле не человек извне системы он абсолютно в этой системе вот мы видим кого сейчас там назначает ну как бы еще еще не назначает но выбирает как бы утверждает для будущей администрации можешь ты мой вот и уже получается что и забор может быть не забор а только частично забор а где-то может там дроны полетают и забор так нельзя это будет прям совсем забор уже мы и обама кер совсем отменять не будем потому что но в конце концов не все же там плохое там есть и разумные вещи вот например там популярная фишка что дети могут быть застрахованы на родительском страховом полисе до 26 лет это можно оставить то что страховые компании не могут отказывать людям с какими-то заболеваниями значит не могут им отказывать в индивидуальном полисе и так далее нет не могут но вот я вам могу сказать что они не отказывают вот сейчас вот у меня индивидуальный полис они в прошлом году подняли они отменяют полис они говорят нет больше этого полиса поэтому вот есть другой вот абсолютно такой же но вот он теперь дороже полтора раза вот я уже два раза попал значит прошлом году до 700 долларов в месяц увеличили на двоих нам со светлой об этом году на 800 при том что страховой полис индивидуальный не должен расти кроме как по возрасту ну то есть ну по чуть-чуть он там может да но но не так же чтоб каждый год на там 30 50 процентов поэтому вроде бы да вот пусть они там я к чему говорю что вот эта фишка что они не могут отказать не такое большое благо потому что платить такие деньги нормальный чек не может это абсолютно исключено понимаете просто исключено поэтому не знаю очень короче уже с этого собама кера тоже вроде там есть полностью отменять мы не будем чё там еще вот поэтому как бы все приходит туда где должно было бы быть это это не кандидат народа против истеблишмента это еще один из истеблишмента закосивший под то что он из народа вот я бы я бы так ну посмотрим ладно он такой продолжает быть артистом видимо он такой шоумен внутри в душе вот отказался от зарплаты в 400 тысяч долларов и сказал что будет брать один доллар то что нельзя совсем бесплатно он будет брать один доллар в год я бы на его месте этот доллар там повесил в табличку какую-нибудь всем бы показывал этот доллар за первый год этот доллар за второй может ему специально доллар там отпечатать отдельные не знаю он очень красочно хочет собрать в день инаугурации сразу после хочет собрать значит заседание конгресса созвать и значит отменить этот самый обама кир так картинно вот хотя чё-то я сомневаюсь что это возможно в юридическом смысле то есть необходимого большинства в 60 процентов у него нету для того чтобы значит убить филибастер со стороны демократов если они захотят это делать поэтому а демократы не хотят просто так отменять то есть я сомневаюсь что мы это удастся просто то есть опять какой-то такой идет разговор популистский то есть мы сейчас сделаем то чего сделать нельзя в принципе ну посмотрим может я чего не не додумался или там не понял поглядим так что вот все возвращается на круги своя но надо сказать что есть как бы позитивный такой аспект в том что рынки реагируют хорошо то есть вместо того чтобы обвалиться как предсказывали тут многие рынок наоборот как-то вверх попер ожидается что ожидается что будут инвестиции тут и там ожидается что ослабят государственное регулирование тут и там в частности вот банковский сектор расцветает потому что сейчас в городе базаль в швейцарии там после кризиса вот этого 2008 года значит правила всякие придумывают чтобы банки не безобразничали и европейские банки как-то вот недовольные и и американские тоже не очень довольны и казалось бы они должны были по плану они должны эти свои правила принять до конца этого года то есть как бы уже администрации трампа может быть не удастся туда лапу свою наложить сверху и отменить это все черты матери но посмотрим но во всяком случае сама идея того что можно будет не выполнять эти самые регионы который из базы ли придут вот если к пакет базы 4 и вот банки встрепенулись и очень надеются что европейские что американские да так что ну посмотрим в общем посмотрим все равно как бы все что сейчас происходит происходит в ожидании чего-то то есть никаких конкретных мер не президент не новый конгресс ближайшие пару месяцев предприятий смог а даже то что смогут это не будет быстро смотрим вот но есть ожидание есть ожидание того что будут инвестиции в инфраструктуру есть ожидание того что будут снижены налоги на бизнес и соответственно инфляции ожидание что инфляция будет поскольку но как бы если экономика растет а людей больше не становится соответственно на тем что есть больше денег платить и пошло и поехало в общем поглядим да с депортацией тоже говорят ну там вот рай пол райан который приз приз републиканского большинства палате представителей он говорит что депортация абсолютно не актуальный вопрос в общем так что трамп он обещал там два миллиона значит прямо в первые сто дней депортировать которые с каким-то привкусом там криминального вот хотел не к мне очень странно что так что каждый второй что это взрослый что криминальный ну как то не знаю в общем я я подозреваю что насчет двух миллионов тоже у него не получится а насчет того чтобы вообще всех так и вопрос такого нет и мы все понимаем что если выкинуть из страны 11 миллионов нелегалов то может быть еще там 5-6 миллионов там легалов останутся без работы на этой почве так что даже не знаю что сказать ну смотрим смотрим вот во всяком случае сейчас спокойнее смотрится чем вот было в самый первый день когда были ожидания что сейчас рынок рухнет и он собственно пошел пошел обваливаться когда подсчет голосов пошел и начала сыпаться на быстро вернулась я не знаю каким образом люди которые ну там на стак маркете оперируют как они оценивают из каких критериев но возможно они как бы поняли что речь не идет о человеке извне системы каком-то чужом который придет эту систему порушить да он говоря про вашингтон трамп он употреблял такое выражение осушить болото вот это вашингтонское болото не имелось ввиду что это болото демократическое имелось ввиду что это болото со всех сторон как и республиканское и демократическое он на республиканцев тоже наезжал они на него он на них то есть вот он сейчас это болото осушит в итоге значит председатель республиканской республиканский национальный комитет аренси значит господин прибус он теперь у него будет chief of staff это очень очень высокая серьезная позиция то есть вашингтонские инсайдеры они у него там в команде и по-другому быть не могло наш а кого он должен привести там манию из цветочного магазина чтобы она руководила чем министерством странных дел она же так не бывает поэтому его как-то там укомплектовывают там есть еще один интересный господин который крайне правый так называемый alternative right его там обвиняют в самых разных грехах в том числе в антисемитизме я почитал сегодня ну анти 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 семитизме его обвиняла жена во время развода о том что он позволял себе значит антисемитские высказывания дома значит я хочу сказать что дома и я могу тоже высказаться в этом же плане вот хоть и еврей сам значит поэтому я не знаю на публике он себе этого не позволял посмотрим но во всяком случае это действительно очень крайний правый такой фланг и он на и он я думаю сделает как бы такой не очень комфортабельную обстановку вот этот человек для других людей в команде но он он советник такой приближенный надо сказать что те из вас кто постоянно тыкует пальцем каких-то странных либералов вот тут говорят сан-франциско какая-то женщина значит испражнилась публично и испражненным вымазала портрет значит трампа и вот вот какие есть гнусные либералы куда катится америка я хочу вам напомнить не только то что куклу с клан сейчас торжества намечает и парад по поводу избрания трампа но сам трамп обратился к своим сторонникам чтобы они прекратили третировать майноритис меньшинство прекратили третировать вы не представляете какие есть истории душераздирающие из того что творят его вот эти вот люди и творили до выборов тоже вот как как учитель в школе говорит ребенку из сирии говорит что сейчас придет трамп мы вас выкинем всех из этой страны поэтому идиоты есть абсолютно на любом фланге если кто-то вам скажет что идиотов и уродов на правом фланге намного меньше чем на левом это абсолютно не так более того те что на правом гораздо опаснее с моей точки зрения субъективные так что наблюдаем ребята смотрим счастливо